Кроссоверы особенно большие, автомобили тяжелые. И чтобы динамично передвигаться, хорошо бы иметь под капотом лошадей эдак 300. Но даже такие заряженные модели меркнут на фоне сумасшедших новинок, которые получили название гиперкроссы. По сути, это спорткар в кузове кроссовер. Узнаем о некоторых последних достижениях автомобильной промышленности поподробно. Производитель гоночных машин Lotus показал свой первый электрический гиперкроссовер Electra. Будут доступны три версии. Первые две мощностью 612 лошадиных сил, а отдача топовой модификации R составит 918 сил. Разгон до сотни менее, чем за три секунды. В списке оснащения пневмоподвеска, матричные фары и активная решетка радиатора, которая открывает ячейки и направляет воздух к мотору. Lotus Electra поступит в продажу в середине года. Lamborghini выпустил внедорожную версию своего Уракана под именем Sterato. Конечно, кроссовером его можно назвать с натяжкой. Суперкару усилили подвеску, увеличили ход колес и дорожный просвет. Силовая установка атмосферный 10-цилиндровый мотор объемом 5,2 литра, мощностью 610 лошадиных сил. Коробка, 7-ступенчатый робот, а к полному приводу прилагается задний самоблокирующийся дифференциал. Разгон до сотни за 3,4 секунды. Производство Уракан Sterato стартует в феврале. Цена порядка 300 тысяч евро. Кстати, это будет последняя чисто бензиновая модель Lamborghini. Дальше только гибриды. От легенд переходим к новичкам. Американский стартап Draco Motors представил, по их словам, самый мощный и быстрый кроссовер в истории Dragon. Автомобиль производит впечатление. У него приземистый купеобразный кузов из композитов и две двери типа крыло чайки. При длине более 5 метров высота машины всего 1600 мм. Dragon оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2000 лошадиных сил. На разгон до сотни требуется около двух секунд. Паспортный запас хода 676 км. Начало производства гиперкроссовера намечено аж на 2026 год. Как видим, производители суперкаров до последнего придерживались консервативной политики. Но в итоге все равно не устояли перед модой на кроссоверы. А мы с вами стали свидетелями рождения нового класса автомобилей.